МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь до сих пор видны окопы, траншеи. Это был финский узел обороны. Здесь, на склоне, если подняться повыше, 60 лет назад, когда не было зарослей этого разросшегося леса, была прекрасно видна дорога, которая идет вдоль Финского залива. Она отсюда простреливалась и была очень удобна для военных. А вообще отсюда открывался фантастический вид на финский залив. А ведь это Комарова под Петербургом. Комарова здесь действительно тьма. Это Карельский перешейк. После войны сюда приехали жить на дачах знаменитые композиторы, писатели, артисты. Потом приехали жить военные, чиновники, в общем, большие начальники. Место здесь потрясающее. А метрах в ста отсюда Сталин когда-то подарил дачу ученым. Возник академический поселок. А 70 лет назад здесь была не Комарова, а Финляндия. Чистенький дачный поселок Келомякки. На месте этого болота был парк с фонтанами. А там, вверх по склону, тянулась красивая и удобная лестница. В 30-е годы финны начали строить здесь военные укрепления. Начало знаменитой линии Маннергейма, мощной линии обороны. В молодости Маннергейм служил в Петербурге. Кавалергард, генерал-лейтенант. Он хорошо понимал русских и прекрасно знал, что Карельский перешейк – лакомый кусок для Сталина. Кстати, здесь неподалеку у Маннергейма была своя дача. Дачник Карл Густав Маннергейм. Он был страстный лошадник, поклонник забытой сегодня парфорсной охоты. Преследователи загоняют лиса, не обращая внимания на препятствия, следуя за зверем след в след. От его дачи до границы с Советским Союзом было всего лишь 10 километров. Восемь линий укреплений были возведены возле самой нашей границы. Они составляли предполье перед основной линией – линии Маннергейма. Линия Маннергейма, состоявшая из железобетонных и границно-земляных укреплений, перерезала весь Карельский перешейк от Ладожского озера до Выборгского залива. С советской стороны граница с Финляндией начиналась прямо на пляже, возле Сестрорецкого курорта. Никого не смущало купание рядом с колючей проволокой пограничных заграждений. Сегодня на месте, где шла колючка, и висели таблички «Стой! Граница! Стреляют!» Знаменитый Нудистский пляж. Сначала Сталин предложил финнам отдать Карельский перешейк взамен на другие территории. Его не волновали красоты этой местности. Он хотел отодвинуть границу дальше от Ленинграда, а проходила она здесь, по этой реке Сестре, всего лишь в 30 километрах от города. Но переговоры зашли в тупик. Финны не соглашались. И тогда... 26 ноября 1939 года на этот участок нашей границы с Финляндией прибыл минометный расчет. Все это происходило около деревни Майнеллы. Они установили миномет, достали 7 мин, произвели 7 выстрелов. Все они легли вот на это поле. А дальше вышли финские пограничники, которые стали за ними наблюдать. За этой рекой с сестрой уже Финляндия. Офицеры советские покурили, справили малую нужду и уехали. А через день в газетах появилось сообщение ТАСС о том, что финские пограничники устроили наглую провокацию, убили 7 пограничников. А дальше события развивались с фантастической быстротой. Гнев и глубокое возмущение всего советского народа вызвали наглые провокации финляндской военщины. Все эти поселочки с дореволюционными названиями Кокола, Келомяки, Тереки – милые дачные места возле самой границы. Победоносная Красная Армия прошла в первые часы и без всякого сопротивления. Они были пусты. Всех жителей финны вывезли вглубь страны, в том числе и русских. Коих жило здесь немало. Однако легкой прогулки по дачным местам Карельского перешейка не вышло. Глубокий снег, холод, яростное и очень грамотное сопротивление финнов. Наконец, мощь оборонительной линии Маннергейма. Сталин планировал закончить операцию за месяц. О теплом обмундировании не думали. Войну начали в шинелях. Даже на этих постановочных, специально снятых кадрах у солдат под масс-халатами торчат сапоги. А в декабре ударил 40-градусный мороз. Кроме того, в лыжных батальонах оказалось много солдат из Азии. Казахов, киргизов. Они в жизни не видели лыж и гибли в первую очередь. Потери Красной Армии были огромны. Госпитали Ленинграда были забиты ранеными и обмороженными. За каждый километр будущей дачной местности, за каждый будущий дом отдыха и пионерлагерь Красная Армия платила очень дорого, но шла вперед. В марте 40-го года русские вошли в Выборг. Восторженных толп, встречавших войска, не было. Были сгоревшие дома и пустые улицы. Когда уже после Финской войны, все это было в 40-м году, когда мы жили на даче Вольгина, тогда мы первый раз все... Моя бабушка уже умерла к тому времени, а вот мой дедушка Вениамин Петрович, сын Петра Петрович, мы все вместе выехали. Мы выехали сначала в Квоково, так называемое, где жил Репин, потом мы поехали в Тариоке. И там был вокзал, еще был совершенно разрушен. Я помню, мы вышли там. Тогда еще это был первый наш визит туда, после присоединения этой части Калийского перешета. Финская кампания закончилась в 40-м. Вновь приобретенными землями СССР влазил чуть больше года. В 41-м финские войска перешли новую границу, с легкостью продвинулись к старой и остановились. Говорят, на этом настоял маршал Маннергейм. Окончательно и, наверное, уже навсегда, эти территории стали советскими лишь в 44-м. КОНЕЦ Северный Сочи. Так называют ленинградцы эту живописную местность. По инициативе товарища Сталина, под Ленинградом создана специальная курортная зона. В Теломяке, вы знаете, разрушений здесь практически не было. Поселок сам по себе деревянный, в смысле деревянные все строения. Финские вот дома все, которые, они практически были просто покинуты. Была такая шура финка, она была, значит, финка. Она осталась, она жила. Но это один единственный человек. Борис Николаевич не дачник, он переселенец. После войны вновь захваченные территории стали осваивать советские граждане. Зазывали сюда щедро, давали подъемные, комнаты в уцелевших домах. Правда, почему-то таких урожаев, какие умели получать на здешних песках и камнях финские фермеры, у наших не выходило. Мать у меня работала впечатленным. Мне, уже подросшему парню, пришлось ей помогать. На волоспед и развозить почту. Значит, она разводила почту на той стороне. И вот именно на той стороне построился дачный, не дачный поселок, а академический городок. Академический городок включал в себя порядка 40-45 дач. Вот он разместился, значит, по Большому проспекту, в сторону Зеленогорска туда. Вот. И мне пришлось это, значит, помогать. Строился. Значит, это было Ленинградское отделение, значит, Академии наук СССР. Там две улицы, много дач. В частности, ну, как, я некоторые фамилии помню. Вот. Державины были, самое, Струве, Фок. Каждая дача загорозена забором. На заборе висит почтовый ящик. Значит, приходилось развозить телеграммы. Ну, как, позвонишь, звонок, приходят. Некоторые, значит, за доставку благодарили телеграмму. Особенно, когда дни рождения. Ну, это что? Это же ведь по-человечески, все людское же. Ведь так же. Рубль, два рубля, там, три рубля сама. Ну, кого теперь удивить старыми домами? А в сороковых такие дачи казались иностранной неземной роскошью. Чуть дальше, в Академическом поселке, там легкие, добротные, стандартные финские домики. А этот качественный, основательный, можно сказать, немецкого качества. Часто из окон доносилась фортепианная музыка. Прогуливающиеся дачники задерживались у забора, слушали. А чаще всего звучало глазуно Фраймонда. Отец вообще очень был музыкальный, очень любил музыку. И Мравинский вообще считал, что он должен был идти, что он должен был быть музыкантом. То есть, как, так сказать, Мравинский считал, что отца слух чуть ли не лучше, чем у него самого был. То есть, он был абсолютно музыкальный человек. Они были очень дружны. Они же с детства, они же выступали еще в мемансе Мариинского театра. С Шаляпином, это когда, так сказать, история, когда там отец отвлекал от Шаляпина. Фокусы показывал какие-то, наверное, читали. Ну, выступал Шаляпин, а отец, так сказать, изображал скомароха. И на заднем плане он там начал отрывать руки, там, начал показывать, как у него рука болтается. И вся публика стала обращать внимание на отца, а не на Шаляпина. Кончилось с тем, что Шаляпин крикнул «Вон! Вон!» со сцены. Фундамент под этой террасой просел, поэтому появились щели, через которые тут же лезет упрямая трава. Но если приглядеться, то в мозаике, выполненной известным ленинградским театральным художником Манделем, можно узнать кумира с 40-х, 50-х годов, Дон Кихота и Ивана Грозного советского кино, актера Николая Черкасова. Вот отец получил прекрасный участок, надо сказать, на обрыве, это вообще замечательно. И вот они купили дом немецкий. Причем он приехал, он был весь, каждая дощечка была пронумерована. Вот буквально там инструкция по сборке, значит, куда, какую дощечку. Значит, когда приехал дом, он сначала здесь лежал в разобранном виде, охранял наш сосед. И потом выяснилось, что сосед из этого дома построил себе дом. Настолько немцы вообще, так сказать, были с запасом, видно, что оказался у него еще дом. Потом его посадили, кстати. И вот они в 1956 году построили дом здесь, поровым отоплением, то есть жила сторожиха, тут была налажена собака была, в общем, такой. У отца был шофер, который его привозил и увозил, то есть здесь такой был налаженный быт. И это, конечно, для отца было великое это дело, потому что это достаточно изолировано, достаточно комфортно, был телефон, в общем, такое, так сказать, практически городские условия. Здесь, на даче, Черкасов любил одиночество, музыку. К его приезду сторожиха всегда готовила суточные щи, как она говорила, любимое блюдо Николая Константиновича. Дом элегантный, уютный. Это замечательный графинчик, отец его привез из Германии. Ну, он и хранился тут на ливочке или водочке. Значит, когда, если поздно ночью отцу хотелось выбить, он поднимался, сразу, значит, это становилось известно, потому что он начинал играть. На лампе до сих пор висят театральные пенсне. Здесь их примастил сам Черкасов. Мягкие полутона, лишь два всплеска кричащего цвета. Это работа Фернана Леже, фотография на стене и лампа. Их подарила Надя Леже, когда Черкасов ездил с делегацией в Париж. На дачу Черкасов приезжал отдохнуть от чрезмерного общения. Черкасов на публике и на даче в одиночестве два разных человека. Больным и расстроенным публика Черкасова не наблюдала. Вот лицо советского кинематографа встречает иностранных гостей. Это Ив Монтан, Симона Синьора. Меня, так сказать, не допускали. Ну, вообще у матери было такое четкое правило, что дети не должны находиться со взрослыми. И особенно, когда там приезжал Ив Монтан, он для нас был кумиром в то время, так сказать. Меня совершенно исключили всякий контакт с ним, абсолютно. То есть меня саперли, я, так сказать, не смел появляться в это время. То есть в этом отношении у матери было четкое, так сказать. Ну, она считала, что гостям малоинтересно, понимаете, общаться с чужим ребенком. Вот такие домовые книги, куда заносились сведения о всех, кто пребывал на продолжительный срок, в обязательном порядке были на всех дачах. Если хозяева сдавали площадь на лето, запись о дачниках непременно должна была присутствовать. Была такая книга и у народного артиста, лауреата пяти сталинских премий Николая Черкасова. Правда, запись в ней всего была одна. Мантуляк Ольга Леопольдовна. Русская. Место прежнего жительства. Париж. Итак, мадам Мантуляк. История фантастическая. Они познакомились с мадам Мантуляк в Париже, когда родители были в Париже. Она там была массажист, работала с французским киноактером. В общем, была преуспевающая дама, русская по национальности. Вышла замуж за француза и жила там лет 20 во Франции. Короче говоря, на старости лет ей вдруг ужасно захотелось вернуться в Россию. Она обратилась к отцу. Как ни удивительно, отцу удалось добиться разрешения для мадам Мантуляк вернуться сюда. Причем отец ей помог. Он устроил ее сначала на даче, потом он устроил ее в Москву. Она была в контакте с Мосфильмом, с актерами. Все казалось хорошо. Она проработала ровно месяц. И через месяц она захотела вернуться обратно. Она все поняла и захотела вернуться обратно. И самое фантастическое, что отцу удалось в то время договориться, чтобы ее выпустили обратно во Францию. Вот она все бросила. Бросила Мерседес, все продала, все, что могла продать. И уехала во Францию. На памяти о ней осталась запись нашей домовой книги. Вот такая история. Это 50-е годы. Театр, кино, общественная работа и охота. Вот то, чем жил Черкасов. Лет 40 назад в этих местах еще ходили на зайца. Андрей Черкасов с отцом на охоте не был ни разу. Объясняет тем, что по возрасту не совпадали их увлечения. У отца была страсть. У него была страсть и гонящие собаки. Причем у него было гонящих собак, там, 2-3. Он, так сказать, очень любил их. Ну, от матери он старался это скрывать. Ну, из общих соображений. Ну, это лишние расходы. В общем, ну, как-то, понимаете. Значит, поэтому у нас были собаки официальные. Официально у нас был дома, жил скотч-терьер. Маленький комик. Это, кстати, он был от... Такой был клоун-карандаш. Вот он выступал со скотч-терьерами. Вот это было от него. Значит, и официально была здесь овчарка. Жила какая-то, зита. Охраняла дом. А неофициально у отца были постоянно гонщики, которые жили где-то у егеря, спрятанные. Вот они выезжали туда, значит, на охоту. Они охотились. Нам приходится играть разных людей, разных эпох, разных характеров. И тут самое интересное и волнительное – вопрос перевоплощения, которому нас учил и учит великий Станиславский. Я имею в виду не грубое внешнее перевоплощение. Можно наклеить большой нос, большую бороду и остаться самим собой. Не так ли? Со своими повадками, со своей интонацией, со своей походкой. А можно ничего не наклеивать. И находить новые черточки характера, новые ритмы, которые отличают людей друг от друга. Через год Николаю Черкасову исполнится сто лет. Его сын переживает, что юбилей должным образом не отметят. Или не захотят отметить, или не смогут. Этот дачный дом он предлагал отдать под музей. Дар отвергли. Нужен большой ремонт. Да и содержание музея обойдется дорого. Что? Наше время кончилось. Лишь начинается другая съемка. Театральная репетиция всегда некое таинство. Посторонних в темный зал стараются не допускать. Великий Товстоногов, Гога, праздных зрителей при подготовке спектакля не терпел. Его сын, тоже режиссер, Александр Сандро, более лоялен. Сейчас репетирует дачников Горького. Сцена дачной жизни – начало прошлого века. Для самого Сандро дачная питерская жизнь началась более полувека назад, когда его с младшим братом привезли из Тбилиси в Ленинград. Практически все свое детство дети знаменитого режиссера провели в Комарове. Это было на Финском заливе. Где-то даже есть фотография. Не знаю, Наталя Александровна найдет или нет. Наши игры вокруг мины, ну, вот, наверное, так с меня ростом. И такая же ширина с такими рожками, совершенно ржавая. И мы бросали в ней камни, и все. Оказалось, что это противолодочная мина. И когда дошло время ей заняться, ее вывезли за Кронштадт и бахнули. Так мы жили очень далеко, то есть до залива под гору. Потом идти и идти до Громыхалова, так там стекла вылить. Бальзак! Ну, почему вы им сообщаете? Оторвался. Бальзак. Между тем, так сказать, пока вы тут поете, выстрел. Ну, там это абсолютно все равно. Как лирик у нас стоял. Я на шоке. Так было бы. Так что дети, Сережа, пока ты мне покажешь. Так, пожалуйста. Репетиции Георгия Товстоногова сами по себе были отдельным спектаклем. Корифеи БДТ, Юрский, Лавров, Трофимов подчинялись мастеру безоговорочно. Известно, что в театре Товстоногов установил режим абсолютной монархии и не терпел возражений самодеятельных актерских трактовок. Даже запишу себе вверх и пешком. Нет, вы только не очутили парадокса. А то вы же понимаете, что Бальзак-Гердичев и Барзак. И Бальзак. Вот это просто. Бальзак. Бердичев. Бердичев. Да, вот. А большая, сколько сможете поддержать, а с потрясением. Даже запишу. Это чтобы это висело в воздухе. Чем дольше сможет висеть в воздухе, тем это сильнее. А вот еще один кусочек Комарова. Здесь, метрах в ста, жила Анна Ахматова. Чуть поодаль живет Даниил Гранин. А вот в этот тупичок, под названием Кудринский переулок, в 70-е годы, в среднюю по размерам дачу под номером 4, въехали два гиганта русской сцены. Создатель Большого драматического театра Георгий Товстоногов и актер Евгений Лебедев. Так вышло, что почти всю свою взрослую жизнь они прожили под одной крышей. И почти, в буквальном смысле, под одним крылом. Под крылом хранительницы их общего очага. Мы одним домом жили. У нас была одна кухня, одна эта. Мы не рядом жили. Мы сразу прорубили две. Соединив две комнаты маленьких горысанчиков, где был спальный кабинет, а основная жизнь была там, где мы были на кухне. Лебедев и Товстоногов познакомились в Тбилиси в 40-е годы. Молодой Лебедев выбрал после института Тбилиси, потому что там зимой тепло, а у него не было зимнего пальто. Молодой режиссер Товстоногов работал в тбилисском Тюзе. Там они и встретились. Евгений Лебедев всегда понимает, что каждая роль – это часть целого. И он не может не думать о целом. Мы иногда спорим с ним как до хрипоты. Но только в результате этого мучительного спора, поиска находится то единомыслие, когда артист не марионетка, не исполнительный, даже технически оснащенный, а ваш соавтор, ваш единомышленник в создании образа. Именно это то свойство большого артиста, которое меня больше всего привлекает в творчестве и менее легче. Евгений Лебедев и Георгий Товстоногов и дома, и на даче работали вместе. Сандро Товстоногов вспоминает о спорах и даже стычках во время импровизированных репетиций. Иногда, иронически, иногда такие, достаточно серьезные. Не во всем они сходились. Они... Главное, мне кажется, творческое сочетание было именно в совместной работе. Тогда они как-то удивительно чувствовали, понимали друг друга. Все происходило при всех. Вот это была в этом смысле атмосфера поразительная. Не было какое-то такое, что вот это вам нельзя слушать или слышать. Какая-то была такая семейная творческая демократия. Абсолютная. По грузинскому обычаю давать каждому прозвище, Георгия Товстоногова все звали Гога. Он так и вошел в историю мирового искусства. Гога Товстоногов. Гога познакомил Лебедева со своей юной сестрой Нателлой, которую все звали Додо. И сегодня Нателлу Александровну Лебедеву Товстоногову все по-прежнему зовут Додо. Так вышло, что Додо всю жизнь заботилась о пятерых мужчинах, о муже и сыне, братьях Гоги и двух его сыновьях, Александре и Николая. Сандро и Ника росли без матери. Она бросила их, когда старшему было полтора года, а младшему, Нике, было всего четыре месяца. Хотя теоретически я знал, что это женщина, которая меня родила, вроде как мать. Хотя настоящей матерью у меня была сначала бабушка, которая называла мамой, поскольку все ее называли мамой же, но и Нателла, и папа. А потом уже, конечно, Нателла практически стала нашей матерью и остается. Нателла Товстоногова всегда одна вела домашнее хозяйство всей большой семьи Товстоноговых-Лебедевых. Она настолько хорошо изучила вкусы всех членов семьи, что ни Георгию Александровичу, ни Евгению Алексеевичу не приходилось заказывать что-либо специальное на ужин или обед. Все всегда всех устраивало. Кроме хлеба в ларьках, сахара, еще там какой-то крупы, спичек, все, больше здесь ничего нельзя было в то время купить, когда я растила этих двух старших. Потом уже и Алеша долго очень это длилось. А когда потом дали дачу около почты, уже было ближе, это было гораздо удобнее. Это очень тяжелые сумки надо было таскать. Когда мы жили на Громыхалово, я уставала, под деревьями закапывала лук, картошку, какие-то знаки оставляла, приходила на дачу. Потом мы с Андро, который уже был постарше, шли и откапывали это все и приносили на дачу. Евгений Алексеевич все время что-то делал. Он что-то строгал, что-то пилил, что-то обещал мне сделать такие окна, не успел, как резные. Но он все время что-то делал и любил это. А Гервисан читал, он руками не умел ничего делать. Так что он просто читал, гулял. И не так много здесь был. У него был ножичек один, обожал всякие покупать за границей приспособления, ему дарили, он это все очень любил. А в общем, все он делал одним ножичком. Лебедев был совершенно стихийной творческой натурой. Из всего, что попадалось под руку, он мог сделать маски, портреты, фигурки и даже люстры. И когда строили баню, на семейном совете решено было половину ее отдать, специально ему под мастерскую. Портрет Гоги Товстоногова он собрал из нескольких плоских галечных камней, найденных на Черноморском пляже. И все, кто знал Товстоногова, говорили, потрясающе похоже. Сейчас в Комарове среди потомков первых дачников бытует легенда. Якобы на территории поселка находилась специальная глушилка. Поэтому Би-Би-Си и Голос Америки ходили слушать на пляж Финского залива. На открытом пространстве ведь слышно было лучше. Так это или не так, но тем не менее за некоторыми дачниками действительно следили особо пристально. Должна была бы поездка в Германию, в Гамбург. Он не отпустил. Предлагали уходить, что у него не тот репертуар. В общем, был период очень тяжелый. Это примерно когда три мешкосорные пшеницы, холстомер, не тот репертуар. В общем, были большие неприятности. Очень сильные. Он тогда и Лихачев, Юрский. Юрский уехал в это время в Москву, запретили на телевидении. Это был тяжелый очень период. Это граница Комарова и Репина. Здесь находится Дом творчества ленинградских композиторов. А этот отремонтированный коттедж сделан по проекту Василия Павловича Соловьева-Седова. Когда решили, что ленинградским композиторам необходима площадка для отдыха и работы, обратились к нему. Какой должен быть проект Дома творчества? А вот такой ответил Соловьев-Седой и сделал набросок проекта. Неподалеку здесь, в Комарова, была его собственная дача. Но работать он любил только здесь. Здесь он и написал знаменитые подмосковные вечера, песни, которые пели и поют во всем мире. Хотя многие ленинградцы до сих пор убеждены, что называлась она «Ленинградские вечера». А потом ее просто переименовали подмосковные. Я никогда не был, потому что я в свое время по окончании консерватории работал музыкальным редактором в ленинградском отделении из-за музыки. И я помню, как Василий Павлович пришел, то есть, вернее, мы его с трудом вытащили. Он этим как-то не очень об этом думал, занимался. Он показал свои новые песни для издания. Он принес штук 10-12. Сел за рояль и, значит, и там проскочила эта песня. Это песня из кинофильма «Спартакеада. Народов СССР». Но потом уже всемирный фестиваль молодежи ее разнес по свету. Наступил вечер закрытия фестиваля. Все флаги в гости были к нам. Снова на стадионе имени Ленина собрались те, кто был на открытии. Но как всех сдружила Москва за эти 14 дней? Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги... Василий Павлович Соловьев-Седой. Автор многих популярных песен. Автор знаменитых подмосковных вечеров. Легенда о подмосковных вечерах не единственная, связанная с Василием Павловичем. О родном море сочинил новую песню в Доме творчества композиторов лауреат Сталинской премии Соловьев-Седой. Сын горничной, правда, горничной знаменитой певицы Анастасии Вяльцевой, он в конце 20-х годов прошлого века учился в музыкальном техникуме. Дружил с Никитой Богословским и Дмитрием Шостаковичем. Как-то раз друзья поехали в колтуши к Ивану Петровичу Павлову. Попросили Нобелевского лауреата исследовать, чем же отличается слух композиторов от слуха простых смертных. Павлов согласился. Двум музыкантам дали послушать инфразвуковые колебания. Им надо было определить число интервалов. После эксперимента академик Павлов сказал, «Юноши, мои собаки улавливают интервалы гораздо лучше. И больше к академику они не ездили». Василий Павлович, так сказать, любил выпить. Иногда бывало, что он где-то, так сказать, терял меры. Но это, кстати, было не так часто, как об этом договорилось. Но в этом он проявлял большую фантазию и выдумку. Естественно, все наши жены, они всегда следят, чтобы мы, так сказать, не выпили лишние рюмки и себя вели, так сказать, скромно. А вот когда Василий Павлович ехал из города на дачу, возвращался, покупал по пути бутылочку водки. И где-то там за 40-50 метров до дачи, скажем, если это зима, спускал стекло окна и, зная уже точно какой-то ориентир, скажем, какая-то сосна высокая, он так выбрасывал тылу, которая в снег попадала точно рядом со стволом этой сосны. Потом он прийдет на дачу, раздевался, ужинал. И потом говорил Татьяне Давыдовне, своей жене, «Никто, Анечка, я пойду, я снова немножко прогуляюсь». Вот брал там засогу в карман, там что-нибудь, огурчик или же. Ну, подходил к этой сосне, вынимал замерзшую бутылку водки, ну и там отпевал половину. Это в этом отношении у него фантазия работала очень странно. Рядом с железнодорожной платформой когда-то стоял пристанционный буфет. На рюмочку водки сюда заходили и местные дачники, и писатели из Дома творчества, но самым почетным посетителем считался Соловьев Седой. Он не только выпивал у стойки законные 100 граммов, но и обязательно вступал в диалог с другими посетителями. В его честь завсегдатые стали звать эту распивочную «Голубой Дунай» по названию одного из шлягеров-композитора. Когда Андрей Петров приезжает сюда, он всегда старается останавливаться в этом домике номер 20. Здесь три комнаты, все удобства, прекрасный рояль. В Доме творчества этот домик известен как котель Шостаковича. Дмитрий Дмитриевич всегда жил только здесь. Ежедневно он выходил на прогулки по этим тропинкам, спускался вниз к шоссе, садился в автобус и ездил в станционный ларек за своими любимыми папиросами. Здесь посиделок бывало всегда очень много. Вот, кстати, интересная, может быть, для вас деталь, что когда после матча с Фишером я оказался в таком общественно-государственном вакууме, поскольку я был, так сказать, не угодил нашему высокому руководству, и одним из первых, в общем, откликнулся как-то очень по-доброму в этот трудный период моего внутри государственного изгнания, Дмитрий Дмитрий Шостакович. И вот как раз он пригласил меня после матча сюда подъехать к нему, и мы целый день провели вот здесь. Так что у меня об этом коттедже особенно теплые воспоминания. Мы, например, тут где-то рядом с этим коттеджем делали костер и делали шашлык. Вот, и потом, значит, вот на этой веранде, значит, потом вот было такое застолье. Значит, потом уже последние годы, когда у него были какие-то ограничения из-за состояния здоровья, вот, он иногда, значит, где-то минут за десять до того, как уже все садятся за стол, улучив минутку, когда его жена Ирина Антоновна куда-то выйдет или ее тут нет, он, значит, попросил, значит, налить ему лишнюю рюмочку водки. У Шостаковича, так же, как и у Соловьева-Седова, своя дача была неподалеку. Но там жили в основном дети – Максим и Галина. У нас была компания своя, а дети Дмитрия Дмитриевича, они были для нас такой элитой, вот они как-то получали какое-то специальное образование музыкальное, гуманитарное там как-то, и мы на них смотрели, ну, не то что с пренебрежением, но с каким-то таким, ну, вот знаете, как хулиганы смотрят на пай мальчиков. Вот мы смотрели на пай детей таких, вот на Галю и на Максима. А потом уже, когда Дмитрий Дмитриевич был сильно болен, ослаблен болезнью, через Галю уже поступила просьба ему, он очень любил ездить на велосипеде, и ему было тяжело садиться на свой мужской велосипед через перекладину, а Галя знала, что вот у нас есть велосипед моей мамы, и этот велосипед моей мамы перекочевал в семейство Шостаковичей, и Дмитрий Дмитриевич за несколько лет, или, может быть, там, за какие-то годы до своей смерти несколько раз там ездил на этом велосипеде моей мамы, он до сих пор, велосипед у меня хранится на чердаке, и я все считаю, что на каком-нибудь аукционе Сотби его можно за огромные деньги продать, потому что это раритет, это тот велосипед, на котором ездил великий композитор. Сюда, в Репино, в Дом творчества, приезжали не только композиторы. Вот этот маленький розовый домик любила Белла Ахмадулина. Вечером часто раскрывала окна и читала стихи. Шахматисты Марк Тайманов и Анатолий Карпов готовились здесь к международным турнирам. По этим тропинкам прогуливались и голливудские звезды. В первом советско-американском кинопроекте, в фильме «Синяя птица» с Элизабет Тейлор, звучала музыка Андрея Петрова. Андрей Павлович решил удивить американцев, похвастаться тем, что в СССР у композиторов есть собственный загородный дом творчества. Иностранцы приехали, оценили отдельные коттеджи и прекрасные рояли, которые стояли в каждом домике. Однако Петров так и не сумел объяснить гостям, что территория и постройки – собственность Союза композиторов. Голливудские звезды были убеждены, что все это – собственность самого композитора. И когда они увидели на столах уже, когда мы пошли закусывать, огромное количество зелени, огурцов, помидор, всякие травы, салаты, это жена моя съездила на базар и купила в огромном количестве. То они спросили на полном серьезе, а это с ваших плантаций? ПЛАНТАЦИИ Автор этой песни – композитор Вениамин Баснер тоже был репинским жителем. Причем свой дом-дачу любил гораздо больше, чем городскую квартиру. Одну из самых известных своих песен написал здесь и любил повторять – «Моя родина тоже начинается здесь». Вместе с Матусовским – автором слов. Они часто уединялись в старом доме. Была и водочка, и шашлыки. Так и рождалась песня для фильма Владимира Басова «Щит и меч». Эта фраза «С чего начинается родина?» Она была в самом конце, в заключении. А начиналась там с другой фразки. Мотив был просто такой, который развивался. И вот это Басов сказал «Вот, с этого надо начать, перенеси этого начало». Это одна из последних съемок Вениамина Баснера. День рождения композитора был 1 января. Телевизионщики поздравляли Вениамина Ефимовича с праздником. Праздник устроила и Анютка, младшая дочь. Пыталась исполнять песни отца, а он с удовольствием ей подыгрывал. Через несколько месяцев Баснера не стало. С чего начинается родина? С окошек, горящих вдали, Со старой отцовской буденок, Что где-то в шкафу нашли. А может, она начинается Со стуга вагонных колес И с клятвами, которые в юности Ты ей в своем сердце принес. С чего начинается родина?